Философия управления 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 а что не должно. Это тоже очень важный вопрос для философии. И также четвертый раздел, о котором мы тоже говорили, напоминали, это учение о красоте, эстетика, где пытается философ понять, в чем же феномен красоты, несмотря на то, что он наиболее приближен к материальному проявлению духовных сущностей или вообще сущности тех или иных явлений. Тем не менее, категория красоты, определение этого понятия наиболее общего пока остаются как бы за всеми печатями. Есть, конечно, попытки и есть наиболее приближенные, я считаю, определения более-менее научные, это в отношении наивысшие пределы целесообразности. Но это все четыре раздела философии. Естественно, что все эти четыре раздела философии каким-то образом рассматривают и самоуправление. То есть у управления есть антология, то есть что есть управление в реальности. Существует еще помимо бытия управления, еще существует знание управления, что есть наука управления. То есть как мы знаем, что есть управление, какие науки его изучают. Также есть третий раздел как бы, существует ли этика управления? Конечно, существует. Какова этика управления, да? Что действительно ценно в управлении, что должно нам нравится, а что не должно. И, наконец, естественно, у управления существует красота. Что есть красивое управление? Когда управление прекрасно, а когда оно безобразно. Эти все аспекты, безусловно, вы будете на протяжении всего всей программы долгострочной мастера управления организацией проходить. Моя же была главная задача показать вам, что есть философия и что есть философия управления, чтобы вы получили представление о том, в каком предмете мы работаем, да? И какую роль и место этот предмет занимает во всей структуре программы. Также мы с вами говорили об определении управления, да? И говорили о том, что наиболее общепринятое на сегодняшний день и наиболее как бы объективно достоверное определение — это как воздействие на систему, да? С целью изменения ее состояния. И мы говорили о большой и спорной составляющей этого определения. Мы говорили о том, что если мы говорим об управлении как о воздействии на систему, то мы подразумеваем сразу две вещи. Во-первых, что управление стоит как бы вне системы, а во-вторых, что объектом управления является системой, что неправильно. Во-первых, управление прежде всего как правило и возможно даже всегда является внутренней функцией. Внутренним элементом обеспечивающим согласование изменений вовне и внутри системы. Здесь самое важное — вовремя среагировать, да? И этот элемент, конечно же, очень важен, но тем не менее он не может быть вовне системы. Поскольку все системы выстроены таким образом, по принципу матрешки, мы с вами говорили, да? Что у любой системы есть система N плюс 1, которая объемлит собой систему, да? И в этом отношении система N плюс 1 не то чтобы управляет системой N, она просто нацело определяет ее существование и функционирование, ее развитие, да? То есть и понятно, что система N как элемент системы N плюс 1 не может быть иначе как-то существовать в рамках системы N плюс 1. Поэтому неправильно надо называть воздействие системы N плюс 1 на систему N как управление. То же самое может зайти в отношении системы N минус 1, да? И я просто напоминаю вам, что мы этот принцип еще раз повторим сегодня, о том, что все системы выстиранные таким способом в мире. Прошу не отвлекаться, потому что это не сбивает с мысли, да? И я прошу как бы максимально сконцентрироваться на том, что это очень важный принцип системного мироустройства, принцип матрешки, вы должны его помнить, что в этом мире все со всем связано. Вторая проблема в ущербности этого определения общепринятого, как воздействие на систему с целью изменения состояния, предполагает, что объектом управления является сама система. То время как мы недавно разобрали, да? От и до, что такое изменение и что единственным объектом управления является изменение. Как единичный акт движения, да? Бесконечного движения, это атрибут материи. Любая форма материи, любой объект материальный, если имеет пространство, да, то он однозначно будет иметь и время. Соответственно, в нем обязательно будут протекать внутренние изменения, если не протекает никаких внешних изменений, вернее, если он не двигается во внешнем для себя пространстве. В любом случае, любой объект имеет свое время, то есть длительность своего существования, срок конечный, да? Соответственно, в нем изменения происходят обязательно. И на самом деле, объектом управления любого, в любой сфере, на любом уровне является изменение. Мы говорили об этом. И я хотел бы добавить, что на самом деле, изменения — это прекрасно. Изменения — это могут нам нравиться или не нравиться, но они являются существом и содержанием всего нашего бытия, всего существования. И если и говорили мы про теорию информации, да, что системы — это то, что помогает нам накапливать информацию, да, то в данном случае одним, как бы, из, как бы, аллегорических, да, определений информации является это кванк изменения. Что, чем и иным является изменение, как не информации для нас, как системы, для каких-либо систем. То есть мы должны воспринимать информацию, по крайней мере, как факт. И это уже любое изменение как факт, как информацию для нас. И это важный сигнал для нашего управления, да, как бы внутри нас, вовне нас. И мы должны понимать, что не стоит тратить время на неприятие изменения, да, поскольку оно неизбежно. И легче это изменение воспринять как информацию, то эта информация и есть квант изменения. И, по сути дела, когда мы сегодня имеем дело с информационной революцией, мы имеем дело именно с ускорением, причем неимоверным, по экспоненте, накоплением информации. Вот о чем мы говорили, да. Также мы говорили о том, что, да, системы – это единая форма, которая накапливает там информацию. Информация эта накапливается. Но как эта информация накапливается? Она должна восприниматься, да, обрабатывать и передаваться, да, между системами. И это невозможно никак иначе, кроме как через знаки. И семиотика, как важнейшее учение или теория о знаках, о символике, говорит нам о том, как эта информация кодируется в знаках, да, и передается также закодированная в знаках. Все это мы тоже будем изучать. Главное, чтобы мы сейчас получили общее представление, да, о том, что есть управление, как философия рассматривает это управление. И, наконец, мы говорили еще о теории ценности, да, о том, что мы будем ее изучать в курсе философии управления. И если информация накапливается системами, в этих системах существует каждый элемент управления, то управление, когда согласовывает, да, внутренние и внешние изменения, оно же согласовывает целенаправленно, целенаправленно по отношению к чему? Ценности – это то, что позволяет, да, системам как-то ориентироваться в своем управлении. То есть ценности – это образы целей и способов функционирования, да, и развития систем. Я почему не ленюсь это повторять вам один за днем, да, чтобы что-то осмыслялось вами, да, потому что каждый раз все эти постулаты, они, во-первых, понимаются лучше, а во-вторых, осмысляются по-новому, если вы, конечно, это почувствовали, и потом мы обязательно после перерыва об этом поговорим, да, насколько вы все востренили. Вот, и сегодняшний день, после того, когда мы рассмотрели и повторили все предыдущие занятия, о том, что такое философия, о том, что такое управление, о том, что такое философия управления, какую роль во всем этом играет понятие систем, информации, знаков и ценностей, сегодня я хотел перейти уже конкретно к теории ценностей, ой, к теории систем, извините. Сегодня у нас первая теория общенаучная, которая является важнейшей методологической основой, да, науки управления, и не менее важна эта теория, как общенаучная, чем философский уровень. Мы еще также говорили, когда говорили про философский уровень, да, науки управления, мы говорили о том, что существует, помимо общенаучных теорий, которые мы начнем сегодня рассматривать, еще есть философский уровень. И мы говорили, помните, что мы спорили о том, что такое диалектика и что такое логика? Да, мы говорили о том, что логика – это наука о правильных формах мышления, о законах, да, правильного мышления, что, возможно, логика не дает нам истины, но она гарантирует нас от ошибок в поисках истины. И логика – это явление чистого разума, да, которое не принадлежит никому из нас, но потому она и объективна, благодаря ей мы измеряем мышление друг друга и договариваемся о чем-то, да, то есть эти важнейшие законы и логики позволяют нам, да, коммуницировать, позволяют нам отмениваться информацией. И она основана на непротиворечии, потому что мысль не может быть противоречивой, да, иначе мы никогда не познаем, что есть реальность. Но сама реальность основана на противоречиях. Противоречие – это источник движения. И в этом смысле без диалектики, как еще одно философское учение в области познания, да, в области классиологии, является важнейшим способом мышления, поскольку оно позволяет нам при помощи логики все-таки увязывать логику с чувственного восприятия, которое мы пытались с вами пройти, да, на тренинге личностного развития, да, чувственное восприятие показало вам, насколько оно противоречиво, да, насколько ваши чувства, да, дают вам противоречивые сигналы, что в них необходимо разбираться. Но это же не просто так, а потому что сама реальность, которую вы воспринимаете, также противоречива. И диалектика, которая основана как раз-таки на учете противоречия, как причины самодвижения материи, позволяет нам правильно мыслить, находить истину. В этом отношении логика при помощи диалектики лучше анализирует предметно-чувственное восприятие этого мира. И мы говорили с вами, что в диалектике, как учение о развитии мира, да, есть важнейшая составляющая, в частности, важнейший тезис, или, вернее, важнейшее положение диалектики, это о единстве и борьбе противоположностей. Все остальные законы связаны с этим первым законом. К примеру, закон отрицания, да, или закон перехода количественных изменений в качественные, и закон отрицания отрицания, он связан с этим важнейшим законом. Без этого трудно понять этот мир. Вы должны согласиться с тем, что в этом мире всеобщими законами развития является закон единства и борьбы противоположностей. Когда я говорю всеобщий, это значит, не существует ни одного явления, которое не подпадало бы под этот закон. Это означает, что в мире все имеет, любое явление имеет свои противоположности, и эти противоположности едины. И, кому не до конца это понятно, могу напомнить про то, что мы говорили, что любое явление можно рассмотреть как тезис, как антитезис, и, наконец, как синтез. То есть тезис — это сама идея, к примеру, вещи. Антитезис — это вещь, к примеру, которая отрицает эти вещи тем, что она не полностью в себе воплощает эту идею вещи. И, наконец, синтез — это когда развитие этой вещи доходит до того, что вещь наиболее полно проявляет себе идею вещи. То есть мы с вами привели пример с любовью. Существует любовь отца к сыну, как тезис. Существует также битье ремнем отцом сына, как антитезис, потому что битье ремнем не означает любовь. Это как бы отрицание любви. Но когда мы понимаем, что отец не увлекается битьем в цели превосходства своего над ребенком, а для того, чтобы он учился лучше, мы понимаем, что в данном случае этот антитезис просто развивает или проявляет тезис. И тезис становится воплощенным. То есть благодаря антитезису тезис воплощается и становится синтезисом. Синтезом. Вот так работает, к примеру, закон единства и борьбы противоположностей. И мы увидим в данном случае в примере тезис, антитезис и синтезис. Мы видим, что в данном случае яркий пример, что здесь же разворачивается и второй закон в диалектике. Это закон перехода количественных изменений в качественные. То есть рано или поздно любые изменения количественные или количество изменений перейдет обязательно в изменение качества. К примеру, вы учите английский язык и вам все непонятно, неприятно. Но по мере набора критической массы слов, критического запаса, изучения правил в какой-то момент – бах! И количество изменений, что переходит в качественные изменения. Точно так же с этой программой. Вы сейчас много чего не понимаете, вам трудно пробираться сквозь эти знаки, смыслы. Но в какой-то момент количество изменений, которое возникло в нашем взаимодействии, количество информации, которое измеряет эти изменения, будет таковым, что ваше мышление наступит прорыв. Возникнет озарение, после которого вы уже никогда не будете таким, каким были до обучения. Мы с вами говорили, что обучение, образование всегда приносит не то, чего вы ожидали. И вот это один из примеров. Но сам переход количественных изменений в качественные – это же отрицание тезисы. Понимаете, да? То есть, когда какой-то тезис количественно выражается, рано или поздно количество изменений, что? Переходит в качество, да? И тезис как бы отрицается антитезисом. Понятно, да? И, наконец, третий закон. Это закон отрицания отрицания. Когда закон перехода количественных изменений в качественные, своеобразным образом, да, в антитезисе, отрицал тезис, да? Казалось, при переходе в новое качество, да? То есть, к примеру, какая-то идея спроизвестировалась в материальное пространство, естественно, с потерей информации, да? Вот. Возникло какое-то отрицание этого самой идеи, да? Изначально. Искажение, карикатура. Но благодаря количественным изменениям вещи, благодаря развитию системы, да, накоплению информации ею, да, происходит отрицание-отрицание. И антитезис становится воплощенным тезисом. Синтезисом. И в данном случае я просто напоминаю это почему. Это важно, чтобы вы понимали, что такое диалектика, что существуют законы природы, законы развития природы. И они основаны на противоречиях. Так вот, логика без диалектики вряд ли сможет играть какую-то методологическую, да, и эвристическую роль в вашем познании. И эвристическую роль, значит, ну, озарение, творчество, понимаете, да? Какая-то работа. Вот. И вопрос еще попозже, пожалуйста, да? И я в данном случае хотел сказать вам, что это очень важные вещи, да? И еще что мы проходили из области философского уровня, да? Методологии управления, да? Еще мы говорили, помимо законов диалектики, мы еще говорили, что существует четыре уровня, да? Свойств явлений или четыре уровня явлений. Это называется субординация по Канту. Был такой Эммануил Кант, который эту субординацию во всеми творчествами, не какой-то конкретной книгой, не какой-то конкретной цитатой, да? А субординация творчества подразумевала, что существует всегда четыре уровня явления, которые четко в логике отражены в понятии объема, да? Понятия. Существует такое явление, как объем понятия. И объем понятия зависит от признака понятия. Чем более уникальный признак, да, тем меньше объем его понятия. И если вспомнить, мы говорили о том, что когда мы говорим про всеобщую уровень явления, когда нет ни одного феномена, да, ни одного явления, которое не ходило бы в это явление. Ни одного. Когда мы говорим все, мы имеем в виду всеобщий уровень. Когда мы имеем в виду большинство, но не все, да, тогда мы имеем в виду общий уровень явления. Когда мы говорим некоторые, мы говорим про особенный уровень явления, да, и когда мы говорим один, это единичный уровень явления. И в данном случае важно не только то, что Кант не оставил какой-то конкретной цитаты, именно связанной с таким четким разделением, но всегда во всех своих работах, и не столько в критике «Честного разума», но во всех других работах это подразумевало. И как бы мы ни хотели приписать это Куршубаеву Б.Н. Галиоменовичу, который первый сказал, когда формировал Казахстанскую школу менеджмента, который первый говорил про диалектикологический подход, как бы мы ни хотели приписать тому, что эта субординация придержит Казахстанской школе управления, это не получится, потому что Кант это хорошо, четко во всех работах подразумевал, что существует четыре уровня явления. То есть если мы берем этот мир, то он железный, у него есть иерархия четырехуровневая, что все явления мира в этой иерархии самоподчинены. Единичные явления подчиняются особенным, особенные – общим, а общие – всеобщим. Часто возникают некоторые споры у людей, которые очень далеки от философии, это в основном псевдорелигиозные организации или всякие эзотерические учения, которые говорят, ребята, вы не путайте, есть же троичность мира, допустим, есть Бог там наш триедин, да, и это совсем о другом идет речь. Когда мы говорим о триединстве мира, которое диалектика вовсе не отрицает, да, при помощи тезиса, антитезиса, да, и синтезиса, да, то есть это же есть триединство мира, да, тезис, антитезис и синтез. Это и есть, и эта троичность, она не относится к вертикали мироустройства, понимаете, да? Она относится к горизонтали мироустройства, что триединства мира всегда что? Находятся по горизонтали. То есть всегда существует три, как бы, аспекта, да, там, любого явления. Вот, в этом отношении, как бы, пример, если вы возьмете, помните, мы проходили с вами психологию, там, сознание, да, каковы компоненты психики человека, да, или, еще говоря, сознания человека. Это мы говорили три, да, вещи. Это чувство, разум и воля, да? Как бы, это очень образное выражение. Понятное дело, что все психологи по-разному называют эти сферы, как бы, в частности, там, чувства, как сферы переживания, да, разум, как интеллектуальную, да, сферу, сферу, там, познавательную, да, как бы, волю, как сферу ценностных ориентаций. Вот, тем не менее, эти три элемента существуют. И, в принципе, да, действительно, в любом явлении, да, мы можем найти три, там, аспекта, да, но я бы просил не увлекаться, да, потому что действительно существует Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, да, как бы, как тезис, антитезис и синтезис, да, и в этом отношении, как бы, нужно понимать, что троичность мира относится к горизонтальному, да, взаимодействию, да, его аспекту, в то время как субординация по Канту подразумевает вертикальную, да, иерархию сопочиненности тех явлений. Понятно? Это вот то, о чем мы говорили про философский уровень, да, как бы, методология науки управления, да, про философию управления. Сегодня же мы начинаем с общенаучных теорий, то есть мы опускаемся с уровня всеобщего методологии науки управления на уровень общий и говорим, а сейчас мы поговорим не о философских, да, как бы, инструментах, как бы, управления, да, как бы, а о, не о философском уровне, да, рассмотрении управления, а о общенаучном. И первая теория — это теория системы. Мы с вами говорили, что система — это совокупность целенаправленно и согласованно функционирующих элементов. Это очень важное определение, я считаю, что на сегодняшний день это наиболее приближенное, наиболее точное, которое действительно заслуживает быть общепринятым, да, определение научного понятия, или даже наиболее общего понятия категории систем. Думайтесь, совокупность, то есть некоторые называют это целокупностью, да, и что, наверное, более точно отражает еврейские системы. Второе — целенаправленно, да, то есть у любой системы есть цель. Нет систем, у которых не было бы цели. Дальше — согласованно, то есть, обязательно в согласовании существует тема, да, функционирующих элементов. То есть элементы согласовано между собой функционируют в направлении цели. Есть такое расхожее и тоже, я считаю, научное определение системы, как упорядоченное множество. К сожалению, принять его за основу нельзя. Ни в коем случае. Почему? Потому что множество есть антипод системы. Оно как пустота отрицает бытие, так и множество отрицает вообще понятие системы. Потому что в этом мире нет ничего, чтобы было бы множество. Множество — это наше абстрактное понятие. Множеств в мире не существует. Существуют системы. Даже горы песка — это не множество, да, это система. То есть совокупность песчинок, да, которые согласованы между собой, сцеплены и функционируют, да, как бы целенаправленно и согласованы. Нет ничего, что было в этом мире, не системой. Следовательно, в этом мире любой объект, любое явление является элементом какой-то системы. И сам является системой. В этом смысле все совсем связано. Такова основа системного подхода. То есть все по уровню матрешки. К примеру, мы имеем в виду какой-либо объект, к примеру, человека. Это система порядка n. Любая группа для него, которая соединяется системой n плюс 1. И тогда это ему подобное. До Вселенной. И можно опускаться ниже, да, на уровень скелета. Его структура — это n минус 1. На уровень каких-то систем конкретных, да, к примеру, там, кровеносная, нейросоматическая, много, это все будет системой n минус 2. Мы можем идти до клеточного уровня, да, клетка. Это будет система n минус 3. И посмотрите, у вас реально, реально нет ничего, что было бы отдельно друг от друга. У вас все во все входит, понимаете, да? И все со всем связано. Очень важно понимать, что раз мы приняли понятие системой и принимаем, что в этом мире нет ничего, что не было бы системой, тогда получается все со всем связано. И все во все входит. И когда мы говорим про иерархию, как важнейшее, да, качество мироустройства, да, к сожалению, от этого деться некуда. Я понимаю, что некоторым не нравится иерархия. Чтобы было бы здорово, чтобы было горизонтально, да? К сожалению, это невозможно. Почему? Потому что по горизонтали мы имеем дело только с элементами, да? А по вертикали мы все равно будем вынуждены, да, иметь дело с тем, что эти все элементы входят в какую-то единую систему, которая сама является элементом другой системы, более высокой. То есть иерархия – это не прихоть чья-то. Иерархия – это основа мироустройства системного этого мира. И когда мы пытаемся сделать двух генеральных директоров на одном предприятии, да, это нарушение, да, это системная иерархия, да, мироустройства, да. Органов управления может быть как угодно много, да, но компания представляет первое должностное лицо, коллегиальность может быть вверху в виде совета директоров, наблюдательного совета, может быть внизу в виде правления, да, как коллегиального исполнителя моего органа, но подписывать и представлять компанию без доверенности все равно будет первое должностное лицо, да, потому что именно это должностное лицо входит уже потом, как бы, в советы директоров, как в члены советы директоров, это же совсем другая иерархия, да, и там уже акционеры через своих представителей, да, пытаются участвовать в управлении, понимаете, да, другая уже иерархия. То есть и, к сожалению, так мир устроен, и я думаю, что на самом деле об этом сожалеть не надо, потому что благодаря этой иерархии мы можем все разнообразие мира интегрировать. Если бы не было этой иерархии, то это все разнообразие мира стало бы множеством, мир распался бы. Множество – это то, чего не существует. Это наши понятия. Число 5, число 5 не существует в реальности. Есть баранов 5, а мы говорим, что есть число 5, да, в нашем сознании, и обозначаем наше сознание, качество нашего опознания этих баранов, да, цифрой арабской 5. Понятно? То есть нам так кажется, что 5 – это реально, но число – это просто понятие абстрактное. Цифра – это просто чернила на бумаге. А бараны – они реальные, и они понятия не имеют о том, что их 5. Вы понимаете, о чем мы говорим? Да. Поэтому все многообразие мира, бесконечность его системного мироустройства основана на иерархии. То, что все объекты и явления мира являются элементом какой-то системы, которая, в свою очередь, также является элементом какой-то другой системы. Тот, кто попытается нарушить эту иерархию, да, в мышлении, там, в деятельности, то обязательно ждет неудачи. Потому что этот мир, большой, внешний, о котором он занимается, обязательно поставит его на место. Если ты хочешь, чтобы иерархии не было, тебе лучше в этом мире не жить. Потому что благодаря иерархии все в этом мире системно, а не множественно. Давайте перейдем теперь к рассмотрению свойств системы. Одним из важнейших свойств системы является интегративное качество. Еще говорят, эмерджентное свойство. Запомните слово «эмерджентность». Но на русском языке это называется как бы интегративное качество, да? То есть, к примеру, человек, мы с вами этот пример обсуждали, он состоит из множества элементов, правильно? Из множества элементов. То есть, скелет, кровь, мозг, много чего еще. Мозги, в конце концов. Вы так часто любили их вспоминать. Эти мозги, да? И что в итоге? В итоге мы имеем, что все. И сегодня технология, по идее, позволяет все со всем соединить. Включая, мы там микроны уже, да? Нейрохирургии делаем. А почему не можем взять и с человека собрать? Почему мы не можем создать жизнь? Души нет. Да. А душа, о которой мы сейчас спорили, это и есть то самое интегративное качество в человеке, да? То есть, что это означает? Это означает, что сумма частей не равна целому частей. То есть, если вы возьмете все элементы человека, сложите их вместе, вы не получите человека. То есть, целая, всегда больше суммы частей. Благодаря этому интегративному качеству. Благодаря этому эмерджентному свойству любая система добавляет, иерархически, повторяюсь, да? Ко всем этим горизонтальным, казалось бы, элементам, да? Какое-то эмерджентное свойство, интегративное качество, которое в иерархии стоит, конечно, выше, чем эти элементы, да? Но, тем не менее, оно является, как бы, по-прежнему, да, элементами этой системы. То есть, кстати, душа человека, да? Это то самое интегративное качество. То есть, когда душа уходит, да, из тела, тело начинает гнить, и все элементы, что распадаются. Понятно? Далее, структурность. То есть, любая система имеет структуру. Это еще одно свой систем. Это что означает? Что, оказывается, несмотря на то, что система представляет собой целостность, да? Неразделимую, там, да, обособленную, единую, да? Она все равно имеет какие-то внутренние элементы, да? Которые между собой связаны по какой-то схеме, да? Существует схема связей между элементами. Это и есть структура системы. К примеру, вода. Система? Система. Вот ее структура, да? Правильно нарисовал? Да. Или вот так? Кто помнит? Химию. Организацию. Нет, сначала, как было до этого. Да, да. Правильно. Хорошо. Итак, мы с вами пришли к тому, что вот структура воды. Когда кто-то кому-то это все тяжело, он говорит только, окей, аж лаву. Да, это уже, кстати, примерно как число, количество, да, и как цифра. Понимаете, да? Это просто обозначение, да, этой структуры. Знаковое обозначение, да, этой структуры. Но сама структура, на самом деле, это всего лишь наша схема. Вот есть вода, как целостность, да? Целостность воды. А это структура. То есть это схема связи между элементами. Элементов три. Из них два элемента водорода, один элемент кислорода. И они между собой связаны вот в такой структуре. Но на самом деле, никто точно не знает. Система, как целостность, это черный ящик. Но мы с вами, если хотим работать с водой, утяжелять ее и использовать, да, мы вынуждены с вами предположить и выделить какие-то особые стороны, да, в этой целостности, да, и называем их элементами. И придаем им какие-то функции. Понимаете, да? То есть существуют внутренние функции у элементов. Это и есть структура. Структурность любой системы. То есть вы должны понимать, что когда мы говорим, структура, это не система. Структура, это всего лишь на вся модель системы. А модель системы не равна. Системе, по-моему, реальности все может намного сложнее, да, и хуже, или лучше. То есть ваше представление о реальности никогда не будет полным, да, полностью отражать реальность. И вы должны это помнить. Для психологии, для ТЛРа это особенно было важно, да. Вам-то казалось, что ваше представление о реальности, это и есть реальность. И поэтому так сильно страдали, да. А на самом деле карта не равна местности, да. Где, кстати, Мадина? Заболела, очень жаль. Я хотел, чтобы она все это послушала. Итак, коллеги, существует интегративное качество у любой системы. Существует структура у любой системы. И любая система является целостностью, да. То есть как бы черным ящиком, да. То есть если брать по-другому, да, сейчас вы посмотрите, рассмотрели систему как бы изнутри, да. Структура – это взгляд на систему изнутри, правильно, да. А когда мы хотим увидеть целостность системы, да, то это взгляд на систему как бы извне. Представим себе, что здесь система, да. Есть какой-то определенный черный ящик. Нам неизвестно, что внутри эти системы, да. Мы только можем предполагать, что у них есть какая-то структура. И мы видим, что в систему информация что, входит, да. И что еще делает? Исходит, да, информация. То есть здесь мы называем данные. Данные попали в систему. Система данные обработала, да. И возникла что? Информация, которая будет данными уже для другой системы. Поймаете, да. Когда информация вышла, допустим, да, исходящая, да, как продукт обработки данных, да, то что возникает? Возникает обратная связь. То есть тот, кто закладывал вход, получает выход, да, и сравнивает выход с чем? Со входом. Понимаете, да? То есть мы можем предполагать, что здесь внутри есть, да, H, O, H, допустим, H2O, да. Но на самом деле мы же этого не знаем. И говорим, что существует схема связи, как структура системы. Но сама система – это целостность. Вода. К примеру, если вы пытаетесь соединить водород, два атома водорода с кислородом, что получится? Вода. Нет. Позрев. Потому что кислород поддерживает горение. Поддерживает. А водород поддерживает горение? Тоже поддерживает. Взрыв, дорогие мои. То есть я хочу сказать, что не только жизнь человека, но и воду-то создать не можем. А говорим, о, мы знаем структуру воды. Мы с ней работаем. Да, она более-менее точно отражает реальность, да? Но этот мир не познаваем же до конца. Но мы же должны как-то действовать. И ради цели деятельности мы разрабатываем средства мышления. Понимаете, да? Мы создаем эти мыслительные средства. Категории, понятия, структуры. И когда я рассматриваю внутреннее устройство системы, я говорю о ее структуре, правильно? О внутренних функциях элементов, как они между собой связывают. А если я говорю о целостности системы, то я говорю, сама система, как вода, является элементом этого мира, да? И он целостен. То есть он как-то обособлен. Понимаете, да? Обособлен. Как бы вода не была бы, как бы, ну, мягкой, да, гибкой, да, всепроникающей, она же реально обособлена от нас. Мы подскальзываемся, да, из-за нее. И мы говорим, мокро, неприятно, да? Или наоборот, там, мокро, хорошо, да? То есть благодаря тем, что она от нас обособлена, да, обладает целостностью, да, какой-то, несмотря на то, что с нами связано. А она является целостностью. То есть любая система имеет интегративное качество, имеет структуру, имеет целостность. Это очень важный момент. Ну, что интересно, любая система обладает открытостью. Смотрите, что происходит. Здесь происходит чего? Обмен информацией, правильно, да? Информация может быть в виде энергии, в виде вещества. Информация – это не только знание, да? Информация – это, как говорится, более широкое понятие, да? И в этом отношении существует обмен. Информационный обмен между системами. Иначе как бы системы накапливали информацию. Так вот, из этого следует, что открытость является всеобщим свойством систем. Нет ни одной системы, которая была бы закрытой. Как только система, что, закрывается, что с ней происходит? Нарушается информационный обмен, обмен информацией. И система, что, разрушается как целостность. Теперь вы понимаете, почему, когда вы закрываетесь лично, да? Как существа живые, да? Вы тоже системы же, да? Как только вы перестаете обменять информацией, обида, ненависть и прочее, да? Что происходит, что? Саморазрушение. Понятно, да? Почему вам плохо? Потому что система кричит, допустим, да? Не понимает, что происходит. Допустим, да? Как вы так с ней поступаете, да? А вы как элемент управления внутри ее, да? Так вот, тело, на самом деле, намного же больше вас. В вашем психике, мы уже говорили, да? Присутствует не только ваше бессознательное сознание, еще и чужое бессознательное, да? И коллективное бессознательное. Понимаете, да? И много чего другого, да? Накопленного человечеством, да? Да, это намного больше, чем вы. Вы намного больше, чем вы себя сознаете. Понимаете, да? И система что, скрипит, 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 потому что вы, как элемент управления, да? Который взял на себя эту правду. Что? Закрыли систему? Все заслонки закрыли. До свидания. Никого не хочу видеть, да? Все отрубили, а потом опомни, запоздно уже, да? С кругом стены закрыты, цепи на руках, допустим, да? А вы знаете же человек, попадая как бы в изоляцию, я вам говорил, да? Как начинать паниковать? Сутки проходят, он уже... Ведь что делает, вот, у любого спасителя насмотрщика в тюрьмах, вообще? А чем просто человек, да, когда, вообще, когда кто-то к ним приходит, да? Они когда, они благодарят, что с ними поговорили, понимаете, да? Они из-за этого благодарят страшно, потому что это невозможно. Помните, мы смотрели про проблему одиночества как проблему человеческого существования? Да, почему, да? То есть, это же не просто так. Это не потому, что мы такие люди, стремимся к общению. Социальная природа людей такова, да? Да, любые системы открыты, не существует закрытых систем. И даже когда мы говорим про термодинамику, да, про второй закон термодинамики, про потерю тепла, да, и, как бы, накопление энтропии, да, то есть, дезорганизованности, да, потерю тепла, да, тепловую смерть Вселенной, мы предполагаем наличие закрытых систем. Это наше предположение. Но в реальности-то системы не закрыты, поэтому тепло все равно, что возникает, приходит, мы обмениваемся им. Понятно? Вот. Поэтому открытость – это важнейший фактор, да, информообмена, да, и все системы являются открытыми, и любая закрытость приводит к смерти системы, неважно, какая она материальная, духовная, живая или неживая. Понятно? Что интересно, когда мы говорим про целостность системы, да, мы же на самом деле имеем в виду, в том числе, и качественную определенность ее, да, то есть, когда мы говорим, что система имеет структуру, да, интегративное качество, да, что она имеет целостность, да, что она имеет целесообразность, да, мы же говорим на самом деле про качественную определенность. Ведь на самом деле в этом мире, да, все со всем связано, все является всем, да, по большому счету, да, но благодаря именно структурности, да, системы, благодаря их открытости, благодаря их целостности, да, целесообразности, да, мы имеем дело с качественной определенностью явлений. То есть все явления качественно определенные. То есть система имеет качественную определенность. Именно это мы считаем целостным, именно это мы считаем структурным. А иначе, как говорится, я хотел сказать, что на самом деле изменения происходят в человеке. Помните, мы проводили температуру, вот она 42, а вот она 35. Это и возможность сменить. То есть да, изменения приемлемы и даже нужны. Но не всякие изменения приемлемы. То есть если изменения переходят за какую-то границу качественной определенности, эта система, то система тоже разрушается. И что бы этого ни случилось, система любая обладает гомеостазисом, то есть механизмом защиты. Все ваши защитные механизмы психологические, помните, вы их разбирали? Вытеснение, проекция, рационализация. Напомню, да? Как бы вытеснение, когда что-то вам не нравится, допустим, да, и какая-то проблема, вы вытесняете ее подсознание, допустим, да? И она начинает вас разрушать, потому что вы с ней не работаете, не происходит обмена информацией, допустим, да? Или там проецирование, допустим, вы считаете, как бы, что все, как вы мыслите, то есть судите всех по себе, понимаете, да? То есть и свои проблемы предписывайте другим. Вам кажется, что они так же должны поступать, к примеру, да? Или рационализация, да? Один из механизмов защиты тоже. К примеру, вы рационализируете, что-то случилось, что-то мне нравится, а вы это рационально себе объясняете и так себя успокаиваете. Так, знакомая ситуация? Это же очень важный механизм, что? Защита психологическая. Они, конечно, играют свою негативную роль, да? В плане вашего развития, да? Не дают вам развиваться, потому что вы искажаете информацию, понимаете, да? Не принимаете ее, да? Но с другой стороны, почему они работают, почему вообще эти механизмы защитные, да? Почему ваш гомеостазис работает? Потому что эти события являются психотравмирующими для вас. То есть нарушается ваша целостность личности, понимаете, да? И поэтому, раз у вас еще пока нет такого уровня развития личностного, да, то запускаются вполне бессознательные механизмы защиты. Вот, если брать не только, например, все в мире системы обладают такими механизмами защиты, гомеостазисом. Поэтому можете не сомневаться, если вы хотите что-то изменить, что-то внедрить, вы обязательно столкнетесь с механизмами защиты. Понятно? Почему? Потому что, как говорили там психологи, да, у всякого безумия есть своя логика. Понятно, да? Идея может быть безумной, но сама логика выстраивания этой идеи, сама логика ее осуществления, да, они будут очень даже согласованы и среднаправлены. Даже безумие, да, является системой. Даже несистемное действие, которое вы производите, да, обладает системным эффектом. К примеру, вы помните эти комбайны огромные советские, против которых все выступали, кто по-старше ли они помнит, да? Говорили, как неэффективны эти советские большие комбайны, да, и вообще это гигантомания, все прочие-прочие дела, все это настолько несистемно, да? Что сделали? Одним ахом, как говорится, отказались от этих больших сельских комбайнов, да, когда началась перестройка и после. И что в итоге? В итоге получили огромный ущерб для сельского хозяйства. Почему? Потому что, конечно же, эти комбайны неэффективны. Но они уже создали свой системный эффект. Многие системы логистики, транспортировки, хранения, да, все завязано было на эти емкости, на эти комбайны. Просто так? Да, и убрать их невозможно. Если вы хотите что-то перестроить или исправить какое-либо несистемное явление, которое на самом деле имеет свой системный эффект, вам нужно также системно его перестроить. Это о чем говорит? Это говорит о том, что не только как бы все элементы, да, системы, зависит от поведения системы. Но и само поведение системы зависит от поведения любого ее элемента. Понимаете, да? Стоит кому-то сбрыкнуться внутри, да, компании, да, и все неоднозначно. Куда пойдут изменения, как пойдут изменения, да, никто не знает. Сегодня принесло, завтра, да, а пусть завтра нет. Будьте здоровы. Там, к примеру, как бы раньше там, как бы терпели, там, к примеру, там, не выводу зарплату, да, а потом бах, кто-то запутнулся и не терпит, допустим, да. И что? И пошла цепная реакция, да. Раньше все думали об общем благе, а теперь все думают о своей частной выведе, допустим, да. И здесь, конечно же, важно не переборщить. Есть очень много проблем, да. Есть везде крайности как в одной стороне, так и в другой, да. Это же очень распространяло же явление, да, когда люди, как бы, пользуясь, как бы, и манипулируя общим благом, да, как бы, нарушают, как бы, интересы каких-то отдельных элементов, да, которые составляют эту систему. То есть, и не только система определяет поведение элементов. Системный подход говорит, что и элементы тоже определяют систему. И изменение в поведении одного элемента, изменение в поведении элементов в других системе. И в той самой системе тоже. Понятно? Это мы... Какие есть свойства перечисления? Интегративное качество, да? Целостность. Структурность. Открытость. Еще один важный элемент, вернее, еще одно есть важное свойство систем, да? Как-нибудь не странно, конечно, да, это, кстати, можно спорить, но этот свойство называется самоорганизацией. Системы, оказывается, самоорганизовываются. И, наверное, это неудивительно, почему. Потому что, если мы говорим, что движение это неотъемлемый атрибут материи, хотим мы этого, не хотим, управляем мы, не управляем, системы будут двигаться. Что внутри, что вовне, да? Соответственно, мы будем иметь дело с изменениями элементов внутри системы, да? С изменениями связи между этими элементами. И в этом смысле я просто напоминаю вам про возможности ограничения управления. Помните, мы говорили о том, что действительно возможно, а что невозможно. Чем возможно управлять, а чем невозможно управлять, да? Мы с вами показали реально, что управление сознательное, да, очень сильно ограничено, да, в своих возможностях, да, тем, что существуют объективные законы функционирования и развития систем. Так вот, системы, они самоорганизовываются. Если вы даже не будете управлять, самоорганизация в системах будет осуществляться. И кто знает, порой самоорганизация эффективнее, чем организация. То есть порою, как бы, когда управление уже чересчур испытывает, ну, пагубную самонадеянность на свой разум, да, и когда сознательное управление явно вредит, как бы, да, как бы спонтанной самоорганизации, да, систем, да, то здесь есть свои проблемы. И порою именно управление, отделяясь, выделяясь из системы, мы, стоя над системой, разрушая систему, потому что перестают быть внутренним элементом системы. Поэтому самоорганизация – важнейшее свойство системного мироустройства. Это, в принципе, и все, что я хотел сказать на сегодняшний день. Я надеюсь, что у вас будут какие-то вопросы, да, до ухода на перерыв. Есть какие-то вопросы? Про, Канадрич, можно вот про отрицание-отрицание? Чуть-чуть не такой сложный пример был. Вернее, вот вы по количеству и качеству противоположных примеров, про закон борьбы единства противоположностей хороший пример тоже был. Про отрицание-отрицание. Несколько бытовой, может быть, который будет понятен всем. Иначе совсем сложно было понимание. А какой я пример привел? Про отрицание-отрицание, потому что анти-тезис, отрицал сам тезис, и потом... Ну, помните, мы... А синтезис, он отрицал отрицание, и поэтому они в конечном итоге, на выходе сын, якобы избивая на отцом ремнем, например, он это делает для того, чтобы тот хорошо оценки получал. Но вот все равно чуть-чуть скомканно получилось. Может быть, какой-то другой есть пример? Ну, пример, вот помните, вы ко мне приставали по поводу того, что плюс бесконечность равно минус бесконечности. А я говорил, нет, не так. Потому что логически я никогда не соглашусь с тем, что плюс бесконечность равен минус бесконечности. Что абсолютно полное бытье равно абсолютной пустоте, допустим, да? То есть это не равно. Но Куаныш за вас заступился, помните, да, и начал говорить о том, что ну как же так, мы же по спирали развиваемся, мы же возвращаемся все время на исходную позицию, да? А я говорил, да, возвращаемся. И поэтому существует как бы аллегорическая змея, которая пожирает свой хвост. И в этом смысле происходит как бы самозамыкание универсума, да? Как бы все существует как бы само по себе и в себя возвращается, да? Но мы говорим же про развитие, про развитие по вертикали. Следовательно, никогда змея не съест свой хвост, потому что она все время будет заверчиваться вверх. То есть мы будем возвращаться на исходный пункт, но уже на новом уровне. И когда мы говорим про отрицание-отрицание, мы говорим, что мы возвращаемся на исходную точку, но уже на совсем другом уровне качественного уровня развития, понимаете? Там в совсем другом качестве уже. То есть вначале как бы там мы как бы отрицали любовь своим битьем, да? А потом мы отрицали битье свое тем, что наш сын, допустим, да, стал большим человеком, да? То есть и битье, которое было применено с любовью, да, оказывается, не есть, собственно говоря, не любовь, про которую мы думали. То есть в данном случае синтезис отрицает антитезис. И как бы возвращается к тезису. Когда мы говорим отрицание-отрицание, мы просто говорим про возврат на исходную позицию, но в более полном, да, воплощенном варианте. Если тезис был чисто духовен, то синтезис или синтезис уже не просто духовен, это единство и материального, и духовного. То есть когда мы говорим про отрицание-отрицание, мы говорим про завершенность процесса развития. То есть процесс развития начался с противоположностей, с их борьбы. С отрицанием одной противоположности, исходной противоположности. Но в конечном итоге развитие пришло к своему исходному пункту, и в этом смысле оно завершилось. То есть завершение развития, и есть отрицание-отрицание. Понятно? Вот в учебниках по логике мы всеми вот этот пример с пшеном, там, который проросло зерно, стебель, там падает, отрицает сам стебель, чтобы потом опять стать этим растением. Вот это чуть-чуть. Отрицание-отрицание очень трудно понять. Но мне не совсем нравится этот пример, но я его приведу, ну, попытайтесь вспомнить только. Это вот зерно, допустим, да, оно начало жить, правильно, да? Прорастать. Появился колосс, правильно? То есть как бы, зерно это просто тезис, правильно? Как бы колосс, как бы там, да, колосс, как бы там, да, это получается уже антитезис, да, допустим, уже, как бы развитие происходит, да, этого зерна, жизнь в отдельный, в отдельный отросток, да? А вот он, ба-бах! И колосс исчез, почему? Потому что все зерна рассыпались, упали на землю, допустим, да, и колосса как целостности больше нет, да? Но смотрите, вроде бы, казалось бы, распадение колосса, есть отрицание, да, колосса, но это отрицание-отрицание. То есть теперь вместо одного зерна, изначально исходного тезиса, появилось огромное количество зерен, да? Понятно теперь? То есть это не возврат в исходное положение зерна, а это возврат в исходном, на новом уровне, 10 раз больше этого зерна. Вложил деньги одни, как говорится, тратил, 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 да? Отрицал, 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 да? Исходные позиции, да, как бы кассовые остатки вначале, да? Все волновались, волновались, возмущались, возмущались, а потом ба-бах, да, и эти деньги вернулись в виде доходов, допустим, да, которые умножили изначально вложенные деньги. То есть затраты отрицают вложения, да? Но затраты генерируют доходы, которые отрицают, как бы, затраты.